Обязательно. А если бы его там не было, вообще жизнь потеряла смысл. Иисус умер и даровал нам спасение, прощение грехов. Он умер за наши грехи. А оттуда сколько людей, которые в клинической смерти были, возвращались? Что они видели, рассказывают? Ну, это не доказательство. Ну, не доказательство. У нас доказательство, то, что обо всём этом написано в Святой Библии. Не видел того глаз, не слышало уха, на сердце не приходило. Что Бог приготовил любящим его? Какие райские обители? В это верить надо? Это не коммунизм обещанный, не состоявшийся. Согласен. Вот вы были бы верующим, что бы вы сегодня делали? Как начали день свой? Честно, даже не знаю. Вот видите как. Вы нашей жизни не знаете, а мы вашу знаем. Ешь сколько хочешь, спи сколько хочешь, имей удовольствие. Как говорят, чтобы обернулся назад, толпа голых баб была и гора бутылок пустых. А мы говорим так, чтобы ты обернулся назад и увидел радость. Сколько людей, которым ты помог, которым помог встать на ноги, за кого молился. Кто тебе помогал? Я помогаю только тем, кто мне помогает. Вы, язычники, так и поступают. А Господь говорит, какая вам от этого польза? А ты люби и врагов своих. Врагов любить, это вообще невыполнимая заповедь, а и Христос нам ее дал. Вы христианские нормативы не знаете. Там у нас написано в Евангелии так. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, с пожеланием, уже прелюбодействовал в сердце своем, уже, не прикасаясь даже к ней. Вот как. То есть Господь заботится о нашем сердце, в котором и Он должен быть хозяином. И Он стучится к сердцу каждого человека, чтобы он уверовал и жил для Бога. Так прямо написано, 3 глава, 20 стих, откровение говорит. Все стою у двери и стучу. И кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Это сердце наше. И Господь все время отстучит. К вам сегодня два раза Бог постучался. А вы все еще дверь не открываете. А откуда вы знаете? Если только не так, тогда порадуйте меня. Скажите, что с сегодняшнего дня вы будете жить, как настоящий христианин. День начинать с молитвы, вставать в 4.40. Бриться больше не будете. Это грех. Грех, конечно. Это искажать образ Божий. Вы даже картину Рембрандта, Рафаэля не дерзнете подправлять. Ну, я родился же без волос. Правильно? Ну, нет, вы родился, да? Но вы растете. Бог так назначил. С возрастом у человека меняется вся структура. Все кости, кроме одной. Одна косточка у него не меняется никогда. От юности до смерти. Какая-то косточка? Где она? Не знаю. Честно, не знаю. А если подумаете, как трезвый человек, вы догадаться сами можете. Есть молоточек и наковальня в ухе. Если бы мы с нашим возрастом, она тоже менялась, то ребенок бы не узнал своей матери уже никогда. Голос-то меняется. А она остается в том же положении. Кто так создал? Все кости растут, меняются. А это не меняется. И заметьте, бабушка... На кости, именно кость, как она... Ну, наковальня, косточка, так назовем. С наковальней. Вот маленький ребенок. Совсем маленький, только учится ходить. И бабушка смотрит, души нещает. Да у него и походка моя такая же, открячился. Смотрит, он сразу к краю лезет. А мать говорит, ты смотри, он же в меня пошел, она музыкантша. Как это так? В мизерной какой-то семечке. Все заложено, вся будущая жизнь. Вот есть фильм такой, как там, от эмбриона. От сперматозоида зачинается человек, и как, наконец, рождается. Ну, как там облакиваются, какие процессы, как сердце бьется, пуповина. Кто это сделал так? Который не подвластный человеческим никаким изысканиям. Ничего нельзя сделать. Кто? Бог. Сразу понятно. Творец. Да, это все эволюция. Я говорю так, вы слона видели, да? А видели, муха летает, да? Это одно и то же. Если эволюция, они должны быть одной. Ну, муха и слон, как они могут быть равные? Ну, видели, плавает кит, блювал, самая большая. И лягушка прыгает, тоже в воде. Они когда-нибудь друг в друга могут превратиться? Это Бог сотворил такое многообразие. Как расплаждаться будут, питаться, прятаться. Все там. Все. Вот обыкновенная перышко упало, подберите. И вот так разделите его, а потом оно опять сошлось. Ну, вот как бывает липучка на шапке или где-то, так перекинуло, так раз и прилипло. Ну, сделано. Так и здесь. Тысячи застежек на одном вот этом волоске. Это как так? Это кто сделал эти зацепочки? И у каждой птицы свой голос, размножение, перелет. Вот крачка летает, по сегодняшний день не поймут. В Антарктиде и летит в Арктику тот же мороз, все, но она летит через океан. Каждый год туда и обратно. Зачем? Ну, ласточки, понятно, она прилетает в мае месяце, у нас гнездышко бьет, запоминает где-то. Но это-то зачем летит? Почему альбатросу никто не равен? Как писал Горький, реет над морем. Он редко когда садится, иначе трудно подняться. Стрижи поднимаются в воздух и не садятся. Всю ночь проводят там где-то в вышине, в облаках. Зачем? А курица не птица. Она дальше, говорит, на сеста не пролетит. Кто это сотворил? Люди. Почему разные? А в Библии все это описано. Все. Ни одного вопроса нет, на который бы эта святая книга не ответила. Притом она самая древняя. Нет у другого. А почему? Потому что Бог все делает. Я вот буду задать вопросы, даже ответа ждать не буду, вы не скажете их. Сколько наций на земле, на речи, языков? На данный момент? Да, на данный момент. Не могу знать. 2896. Сколько лет русскому языку, тоже не знаете. А сколько от первой стоянки, которая найдена разными археологами, до наших дней? Какой вопрос задавали король? Сколько лет, какому русскому языку? Русскому языку, русскому языку. Сколько лет, как он возник, русский язык? Нет, ну я читал в литературе. Нет, вы не считали нигде. То есть, в 18 век где-то начало примерно. Да нет. Ну, тогда перейдите дальше. Славянский, русский, от которых мы происходим. Когда их язык возник? Если мы узнали, сколько языков... Какой на земле самый древний язык? Какой народ сохранил письменно за сегодняшнего дня, тысячи лет назад полученное? Тысячи лет назад. Православные проповедники людям рассказать об истине. Слово Божие, что говорит за те дела в Содоме. Что Иисус умер за грехи людей, распятый, и воскрес третий день, и всех зовет к покаянию, чтобы жили по Божьему. Вот мы здесь находимся, я уже восьмой месяц здесь. Наверное, более девочки смотрите, да? Нет, не смотрим. Нам не надо. Мы, если находим доброго человека, говорим, а тут девочек-то и нету. Тут люди, которые уже прошли многое в жизни. В этом сайте полно... Ну, полно, половина мужиков голые, 90% мусульмане, полно. Это мусульманский чат, рулетка. Вы еще не знаете? Грех – это грех. И вот тебе не решать грех. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И мы голос Божий выполняем. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Не просто сидеть там, выглядывать кого-то. У нас жены, у нас ни одного развода нету. А в этом сайте этих придурков бесполезно показывают библию. Тут мужчины, мужчины анонизмом занимаются, девчонки грудями, телесуд, безобразие такое. Мы им говорим, что суд Божий будет. А начнешь говорить с мусульманами, они... Я мусульманин. Я говорю, ты человек. Это твоя книга? Ой, Коран. Я говорю, если это Коран, читай, что? Прочитать никто не может. Я говорю, тут баран. Такие же, как мы православные. Язык церковно-славянский. Стоят столбами, ничего не знают. Я говорю, а ты зачем? Ну, познакомиться. Я говорю, что знакомиться-то? У тебя дома четыре жены. За всех колым платить надо. А тут 44 голые даром. И вы южные жеребцы на северных кобылах пашите. А захохотали сидят все. Я тоже вот каждый голый бабу вижу, да, матерю. Плохие словами матерю, чтобы не зашли. Нет. Я перекрещусь, только ему покажу святую Библию. Вот так вот, они кобырем падают. И мусульмане тоже. Как глянут, у меня вот такие глаза и сразу падают. Аллах Акбар, Аллах Акбар. А я говорю, Иисус Акбар. Сразу. Я сам мусульманин. Ну, так мусульманин материться не надо. Это мусульмане люди уважительные, они старых уважают. А сейчас вот такие пацанята. А мы мусульмане. И меня матерят. А мне 81 год. Я вот таких голых девушек не люблю. А если даже женщина будет, да, тоже матерю. А вы посмотрите на наших девушек. Как у нас одеваются. У них как хижаб, два платка. Красавицы. Платье до полу. У нас ни одного развода нет. Ни одного аборта. Наши общины такие православные. У нас мусульманы здесь. У нас очень хорошее отношение в Алтайском крае. Как будто мы одна семья. Ни вражды, ничего нет. Мы Бога благодарим. Потому что здесь много расстреляно было монахинь. И, видимо, по их молитвам. Из тюрьмы большевики вытащили и расстреляли всех девушек. А сейчас пишут сами об этом. А эта тюрьма, а я за слово Божие тоже сам пять тюрем прошел. И там работаю в тюрьме, помогаю им. Не работал раньше, чтобы люди жили по-другому. Для Бога. Христос страдал за наши грехи. Он зовет нас к себе. Мы в это верим. Я по своей книге говорю. Вот мусульманин. А у нас другая книга. Я говорю, а ты считал ее? Некоторые не считают. Но я считал. Я говорю, а ты скажи, пятая сура, 47-й, 66-й аят. О чем говорят? Вы Коран знаете? Как не знаете? У меня один том написан о Коране. У меня 38 книг вышло из печати. А там написано, вы, люди Писания. Это нас, ваша книга называет «Люди Писания». А так как это написано было у вас в 7 веке, потому что ваш руководитель умер в 632 году, то люди Писания, Писания не было другого, это мы. И говорит, вам дан инжил. И Всевышний говорит, по нему живите. Людей не обманывайте. Потому что многие православные пьют и матерятся. И там прямо сказано, мы люди Писания. Вот я по нему и делаю. А вы там смотрите, что вам Бог откроет. Вот так. Мы вот когда поехали, мне Бог положил на сердце книги подарить библиотеке мира. Я из Барнаула, мы проехали до Владивостока. Потом 5 тонн кинули границы. Получили паспорта и дошли до Лиссабовна, Португалия. Потом в Скандинавии страны прошли, Прибалтика и Турция. И 6 мусульманских республик. 650 городов посетили. Сделали подарок на 35 миллионов рублей. Подарок. А в Баку мы ночевали в доме Мулы. Мула это у мусульман, ты знаешь? Это как священник. Вот, я всегда говорю всем. Я в первый раз увидел таких образованных людей. Мула говорит на 6 языках, а жена на 4. Я таких не встречал у себя. И мы там все записывали на видео, как беседовали. Я взял римлянам 6.23 и беседовали. У них Библия лежит, Коран, на стенах надписи. Проходит маленькое время, они намаз совершат. И мы тут же. Они говорят, мы, я говорю, знаю, 5 раз. А мы совершаем днем только 7 раз. И после каждого намаза, молитвы, 100 поклонов. У нас очень строго все. Вот мы строим деревню православную, где нельзя лгать, лгать. Пить, курить, материться и воровать. Никто этого не делает. Это не просто так. А разрушено в Российской Федерации 31 тысяча селений. Это не просто. Вот такие дела наши. Как, говорят, дела идут. Мы поэтому сюда пришли рассказать людям о суде Божьем. Что за это ждет? Неверующий в Бога, Христа в воду будет гореть с дьяволом. Ну, вы знаете, Иблис, как у вас где. Вот где будете? Шайтан. А верующий в Бога, он ощущает себя, для Бога живет. Он ищет, кому помочь. У него уважение. Ни одного старика не обидит. У нас очень строгий закон. Очень. Наши же, когда идут в Смолене, из церкви, а рядом там разные туркмены улицу строят, ну, дороги строят. Они увидят, сестры наши, а у них платье на земле, платки ни одной волосинки не видать. Девушки там, красавицы такие. Мы говорим, это православные. Нет, это наши мусульманки. Ну, что сделаешь? А нас дорогой останавливали в милиции. Говорят, а вы ваххабиты? Мы с бородами все. Мы говорим, мы православные. Они так подозрительно на нас смотрят. Вот такие наши дела. Видно, что вы хороший человек. Ну, Бог знает так. Мы стараемся везде. Вот я когда, за слово Божие, в первой стране архипелаг ГУЛАГ распространил. И брал интервью репрессированных, раскулаченных, там, и о Ленине написал стихотворение. У меня четыре тома стихов. По 800 страниц каждая книга. Что Ленин стоит, какой он есть, людоед. Все это. И меня отправили по этапу. Я пять тюрем прошел. А теперь, когда вернулся, у меня опыт большой, тюремной жизни. А отправили в мусульманскую страну, чтобы я никого не обращал. Я другие языки-то знаю иностранные, знал. Да чтобы не знал. А я сразу язык начинаю изучать. И когда я освободился, вот теперь у меня опыт в тюрьме. Теперь в барнаульской тюрьме 3700 человек. Я там выступаю по рации, иду по камерам. Раз. Мусульмане сидят. Там два человека. Три. А тут-то 75. Он что тут сделает-то? Я узнаю, какая нужда, и стараюсь им помочь в первую очередь. А русский продался там мусульманам. Я продался. Я не продался. Им трудно здесь. Им надо выжить. Чтобы они не отчаялись, на себя руки не наложили. Поэтому я стараюсь узнать, какая нужда. И помочь им. Мы так подходим. Вот евреев, где видим, для нас это просто полигон, кому добро оказать. А люди это не понимают. Одним днём живут. Нельзя одним днём жить. Надо думать, когда я умру, куда душа пойдёт? В рай или в ад? Ээээ. Большая разница. Там огонь, а там сладость. Вот если у вас будет желание больше узнать, вы по скайпу. Скайп такая система есть, как телефон. Зайдите, Игнатий Лапкин. Больше не надо, это я. И ты сразу на меня выйдешь. Я вам скину материалы свои. У меня огромный канал здесь. Самый большой в интернете. 20 тысяч 430 роликов. Это ваш канал? Канал называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» заряди. И ты там увидишь, мы с мусульманами беседуем. У нас очень интересная встреча, когда приезжали. У библиотекарей женщины, а у мусульман мужчины. Почти везде. Такие серьёзные, аксакал. Не аксакал, а это джигиты. Ну, я додал им, он бумагу расписался. У меня даже благодарность от Рамзама Ахматовича Кадырова есть. И вот, а мы когда шли, там стрелка, написано «Комната для намаза». А мы тогда и говорим, уважаемые, нам можно к вам туда зайти, помолиться? Всё, открыто, идите. Сразу идите. Мы подошли, разулись, всё засняли. Это в Дагестане было. И там молились. И последний поклон, как мусульмане, у нас такие же поклоны, до земли. И так молились о мире, Дагестане и прочее. Приятно вспомнить. Это всё засняли мы. Я говорю, вот как надо жить-то. Я обязательно зайду. Да. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. А если в скайпе, то Игнатий Лапкин. Там можно разговаривать, я все материалы могу скинуть, дать. Потому что даром получили, даром даём. С Богом. Храни вас Господь Бог. С Богом.